Привет, друзья! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов 3wbudushin.ru, 3wbudamlog.ru и 3wmakivara.ru. В этом видеоподкасте я хочу рассказать вам о вот такой штучке. Все знают, что это такое. Кто не знает, то догадается, когда я сделаю вот так. И сразу все становится понятно, что это такое. Это так называемый напульсник. Для чего эта штука? Тоже многие знают. Но кто-то, может, и не знает, поэтому скажу. Потому что часто мне задавали вопросы друзья раньше. Мама спрашивала, посмотрит соревнования по баскетболу. Она говорит, а что у них на руках эта штука надета? Или по волейболу. Это для того, чтобы запястья укреплять. Существуют напульсники кожаные, которые фиксируют запястья. Но не такие, конечно. И она говорит, это зачем? Я говорю, мам, это штука для того, что они в майках находятся. У них нет ни рукава, ничего. Полотенца у них с собой тоже на площадке нет. И этой штукой они вытирают пот. Как это делается? Представьте, что у вас рукав. Все это в детстве так делали. Кто-то сопли вытирал рукавом. А кто-то вытирал пот. Вот так вот лоб вытирал. Для этого такой напульсник. Хорошая штука на самом деле. Стоит она копейки. А помогает очень-очень сильно тем, кто, видя здоровое, значит, у вас в жизни занимается спортом на улице. Кто-то занимается бегом, велосипедом, воркаутом, кроссфитом. Не важно чем. На улице жарко, значит, пот на лбу. Ну, эта штука помогает. Вот. Но почему я решил про нее рассказать? Да почему именно про нее? Я хочу отметить одно преимущество напульсника перед другими способами. Значит, удаление пота до со лба, значит, который мешает. Ну, самое первое – это полотенце. И, конечно, если вы занимаетесь около своего дома, так как это делаю я, вы можете вытащить хоть банное полотенце или хоть махровую простынь и вытираться ей без проблем. Висит у вас там, да, там около турника. Вы спокойно вытираетесь. Очень. Это все нормально. Вот. Но это не всегда возможно, да, если вы там бегаете по стадионам. Вторая вещь, которая очень сильно помогает – это повязка на голову. У нее та же функция. Она не дает со лба стекать поту на глаза. Она его в себя забирает. Хорошее средство, да. Но вот лично мне оно не подходит. У меня во время тренировки потеет не только лоб, а все лицо. И мне бы хотелось его вытереть, да. Вот. И, конечно, повязкой, которая находится на голове, я сделать этого не могу. А этой делать удобно. Я одной стороной вытер пот, другой стороной я вытер губу верхнюю, да, которая тоже потеет. Или вытер виски. Все. Вот. Очень удобно. Я именно так и делаю по ходу. Раз, раз, и виски вытер. Все. И дальше побежал. Очень удобно. Вот. Опять же, когда к турнику подходишь, делаю тоже просто. Я не вытираю, это здесь вытираю. Все. У меня уже вытерт. Единственный момент. Надо, конечно, буквально после каждой тренировки его не просто сушить, а лучше постирать. Почему? Потому что кожное сало, которое накапливается там, оно и прогоркать может, поэтому будет неприятный запах. Это не запах пота уже будет, а вообще неприятный. Там совсем. Хотя в запахе пота тоже мало приятного. Но и в другой момент. Оно не высыхает полностью. И поэтому стоит ему чуть только намокнуть, оно как ослезняется, засаливается. И эта повязка становится уже засаленной, и она не выполняет функции свои. То есть вы уже не сможете вытереть лицо. Так что вот, я считаю, что для тех, кто занимается в разных местах, там бегает по лесу, ездит на велосипеде по лесу, занимается воркаутом на стадионе, чтобы не лазить постоянно в сумку, где находится полотенце, или тем более, если у вас его с собой нет, то используйте такую вещь. Можно использовать и в комплексе с повязкой на голову, тогда вам лоб не придется вытирать, будете вытирать только лицо. Но мне хватает только такой штуки. Я не люблю, когда на голове у меня что-то надет во время тренировки. Если это не зима и не осень, то когда шапка не нужна, вот летом сейчас, я вот обхожусь только этой штучкой одной. Купите. Ничего не рекламирую. Просто делюсь своим опытом. Мне нравится.